Всем привет, с вами Тед. И формат сегодняшнего видео предложил Андрей Беликов в комментариях, поэтому тоже не стесняйтесь, пишите комменты и какой его контента вы ждете, и вполне возможно он тоже появится. То есть Андрей предлагает сделать видео, где я голосом проговариваю то, что нужно строить, что нужно делать во время игры, и можно его включать на фоне и делать как бы под диктовку билд и так далее, играть в принципе. И сегодня все для вашего удобства. Для вашего удобства в описании к видео есть тайм-коды, поэтому вы можете перемотать на нужную часть, и обязательно посмотрите конец видео, в котором я рассказываю, что будет именно с обучалками на нашем канале. Похожую информацию я рассказывал в видео про Алекса, но естественно те, кто хочет учиться Старкрафту, скорее всего не заходит на видео про Алекса, поэтому расскажу это здесь. И дополню еще новой информацией. А также в описании к видео есть ссылка на вот этот вот очень-очень полезный Google Doc, который я сделал для вас тоже в Excel, в Google таблицах, где я расписал все-все-все с канала, полезно вот по ссылкам, по очереди, как вам двигаться, куда вам заходить. Если вы хотите там научиться Старкрафту, научиться за такую расу, за такую расу, в общем, все-все-все для вас, ребятки. Ну, а теперь предлагаю перейти к делу, и не забывайте опять же посмотреть до конца, и самое главное в конце. Три, два, один. Закажите рабочего. Поставьте реллипоинт к стенке, рабочий будет ставить пилон в стенке. Закажите еще рабочего. Первый построился. Ставим первый пилон в стенку. Отправляем пробку обратно на минерал. Закажите еще рабочего. Поставьте реллипоинт к стенке, чтобы этот рабочий пошел ставить гейт. Ускорьте производство рабочих хронобустом. Поставьте первый гейт. Верните рабочего на минерал. Закажите еще рабочего. И рабочим, который только что вышел, поставьте газ. Поставьте реллипоинт на второй газ. И сразу же поставьте этот газ. Продолжайте заказывать рабочих без остановки. По одному за раз. Если играете против процесса, посмотрите, не хватунет ли вас снизу. И этой же пробочкой ставим гейт. Отправляем ее на газ. И если все хорошо, кидаем хронобуст. Приготовьтесь ставить кибернетическое ядро. Скоро гейт достроится. Ставим кибернетку. Второй пилон ближе к Нексусу. Больше пробок мы не строим. Закажите сталкеры, сентри и варпгейт. Поставьте третий пилон. Самое время заказать робо. Теперь можно поставить еще один гейт и еще один пилон. Закажите два сталкера. Заказываем иммортала и сразу же ускоряем его. Закажите еще два сталкера и адепта. В третьем гейте, который как раз должен достроиться. Самое время поставить еще один пилон и сделать иллюзию Феникса. Проверить, есть ли у соперника вторая база. Закажите еще одного иммортала. Его мы также ускоряем. Если у соперника есть вторая база, приготовьтесь, скоро мы пойдем в атаку. Поставьте батарейку в минеральную линию. И сделайте до варп. Центри, адепт и зилат. Теперь дождитесь, пока у вас хватит минералов на заказ варп призмы. Закажите варп призму. Ее мы также ускоряем. Поставьте еще один пилон. Варп призму почти готово. Можно выходить в атаку. Перед атакой сделайте до варп. Сентри и два сталкера. Поставьте еще один пилон. Ваши войска почти подошли к второй базе соперника. Разложите призму возле второй базы соперника и собирайтесь атаковать. Сделайте еще один до варп. Это могут быть три сталкера. Включите способность в центре защитный щит. И нападайте. Используйте все способности часовых. И скорее всего вы уже должны победить соперника. Если вы играете против террена, можно напасть, к примеру, с призмы на танки. Если вы играете против террена, используйте призму, чтобы пробить танки, скинув на них имморталов. Закажите рабочего и поставьте релепоинт на рампу. Закажите еще одного рабочего. Первым рабочим приготовьтесь ставить сапплай. Поставьте сапплай. Закажите еще одного рабочего. Рабочий, который ставил сапплай, сейчас должен ставить барак. Приготовьтесь. Но не забудьте заказать еще одного рабочего. Ставим барак. Закажите газ. И еще одного рабочего. Скоро у вас накопится на газ. Поставьте еще один газ. Закажите еще одного рабочего. Как только газ достроится, переведите на него дополнительных два рабочих, чтобы было три. Закажите еще одного рабочего. Когда достроится второй газ, сделайте то же самое. Приготовьтесь. Сейчас достроится барак. Нужно СЦВ, который строил барак, заказать сапплай, заказать рипера и сделать орбитальную станцию. Приготовьтесь. Скоро у вас будет сто газа. Можно заказать фэктори. Закажите фэктори. Орбитальная станция готова. Кидайте мула и заказывайте еще рабочего. Рипер готов. Постройте реактор. Продолжайте заказывать рабочих. Рипер охраняет дом. Рабочий, который строил фэктори, будет строить старпорт. Приготовьтесь. Реактор почти готов. Можно пойти рипером и проверить, во что играет соперник. Постарайтесь не потерять рипера. Фэктори готова. Закажите старпорт. На фэктори закажите техническую лабораторию и начинайте производство по два марика за раз. Закажите сапплай. И еще одного рабочего. Рипер уже должен проверить, во что играет соперник. Продолжайте строить мариков и закажите танк. Если это протас и он играет в старгейт, то это пускай будет не танк, а циклон. Рабочий, который строит сапплай, поставьте сапплай, если вы еще не заказали, будет строить сапплай по очереди постоянно. Старпорт готов. Сделайте реактор. Продолжаем строить по два марика за раз. Закажите два барака. Не забудьте заказать еще один сапплай. Сапплай делаются по очереди. Один за одним. Закажите еще один танк. Старпорт готов. Закажите медивак и либератор. Не забудьте продолжать заказывать мариков. Второй танк готов. На третий пока не хватает ресурсов. Подождите немножко и закажите третий танк. Два барака должны достроиться. Заказывайте теперь по четыре марика. Либератор и медивак уже почти готовы. Как только медивак вышел, можно выходить в наступление. Ставьте все ралли-пойнты в атаку. А армия идет наступать. Теперь у вас нехватка газа. Вы можете заказать медивак и, например, мину. Но не забывайте продолжать заказывать мариков. Ваша задача — тратить ресурсы. Постоянно держать в заказе юнитов. Скорее всего, на данный момент у вас 70 сопла, и этого должно хватать. Если же вам не хватает, не забывайте достраивать соплай. В 5 минут 15 секунд вы уже, скорее всего, дошли до второй базы соперника. Раскладывайте либератор, раскладывайте танки и проводите свое наступление. Не забывайте продолжать тратить ресурсы. В приоритете заказывайте танки и медиваки, либо либераторы. И, конечно же, по четыре марика постоянно. Удачной вам игры. Три, два, один. Закажите рабочего. Отправьте оверлорда на разведку ко второй базе соперника. Закажите оверлорда. На следующие 50 минерала закажите рабочего. Приготовьтесь. Оверлорд почти готов. Сразу же закажите два рабочих. Одного рабочего отправьте на минерал. Второго — на вторую базу. Он будет строить вторую базу. У вас 16-й лимит. Вы ставите 16-ю хетчери. То есть вторую базу на 16-м лимите. Рабочий должен уже появиться, ехать на вторую базу. И вы ставите вторую базу. Теперь закажите одного рабочего. Отправьте его на минерал. Закажите еще одного рабочего. Отправьте его на газ. И еще одного рабочего. Отправьте его рядом с газом. Он будет ставить пул. Приготовьтесь. Рабочий, который должен ставить газ, вышел. Ставьте газ. Рабочий, который ставит пул, вышел. Ставьте пул. Итак, закажите одного рабочего и отправьте его на газ. Закажите еще одного рабочего. Его тоже на газ. Закажите еще одного рабочего. Его отправляйте на минерал. Газ почти готов. Возьмите рабочего с минерала и отправьте его на газ. Закажите оверлорда. Закажите еще одного рабочего Отправляйте уже рабочих на вторую базу Пул готов, хата готова Закажите две королевы и две пары собак Продолжайте заказывать рабочих Следующий рабочий, который заказан, отправьте его на третью базу У вас сейчас в заказе два рабочих Закажите еще одного рабочего Собачки выбежали, а они могут помочь рабочему занять третью базу Приготовьтесь, ваши королевы почти готовы Королева на первой базе делает инъекцию На второй распространяет крип Делайте инъекцию и распространяйте крип Теперь вы будете заказывать только собачек Не забудьте сделать скорость Закажите пять пар собачек И оверлорда Самое время поставить бейлинг-нест Сделайте это рабочим с газом Закажите еще одного рабочего и отправьте его на газ Продолжайте заказывать собачек Кстати, самое время сделать еще две инъекции Вашими королевами После этих инъекций отправляетесь вперед Все собачки выдвигаются вперед Все раллипойнты ставятся возле второй базы соперника Закажите еще собачек Закажите еще зерлингов Продолжайте заказывать зерлингов Ваши первые зерлинги добежали до базы соперника Ваш бейлинг-нест почти готов Сделайте из этих зерлингов бейлингов У вас должно получиться около восьми бейлингов Не забудьте сделать еще две инъекции Вашими королевами И закажите еще зерлингов Когда бейлинги готовы Идите в нападение Бейлинги готовы Нападайте Если вы сражаетесь против террена Старайтесь бейлингами напасть В центральное здание в стенке Так вы нанесете сплэш всем за троением Если против протаса Старайтесь взорвать юнитов Которые в стенке Продолжайте заказывать собачек Превращать их в бейлингов И нападать Также не забывайте делать инъекции Удачной игры Итак, ребята В своих роликах я всегда говорю об эффективности И все свои действия я тоже всегда смотрю С точки зрения эффективности Вот небольшой анализ эффективности Моих последних видео и моего канала Пришли его, собственно, к конечной части Этого видео Здесь я хочу провести небольшой анализ для вас Раскрыть, так сказать, подноготную Ютуб-каналов и все такое У меня в плейлистах есть Целый набор плейлистов Который называется Бессмертный обучающий контент Это действительно вещи Которые будут работать в любом патче практически То есть почти не подвержены влиянию времени Это очень классные плейлисты Обучалки И на них же ссылки как раз-таки в Google документе Также в недавнем прошлом Было снято очень классные три серии По Протасам, Зергам и Террен Где в 10 шагов рассказывается Как научиться, собственно, играть в StarCraft И в принципе, как я говорил Миссия моего канала Как предоставить самый качественный контент по обучению Уже выполнена Именно качественный в плане информации Но качественный в плане, так сказать Привет, привет, привет Производство, конечно, не очень То есть вот эти вот видео, к примеру, 16-го года Записывались на микрофон с веб-камеры, по-моему Или там вообще на что-то очень плохое Вот послушайте Привет, привет, привет Я вернулся Качество, естественно, не очень Также уровень тогда моего повествования был Тоже намного хуже, чем сейчас И в целом Вот эта табличка Я считаю, это один из лучших, в принципе, контентов Который вы можете найти Механика Gmail за недельку Мой любимый формат Прям реально очень крутой Тем не менее Она уже, к сожалению, чуть-чуть устарела Она также работает Но нужно думать Нужно стараться понимать Чтобы Чтобы понимать, как она работает Потому что некоторые сайты Просто уже не поддерживаются То есть на них ребята перестали Расходовать свои силы, энергию Ну и, наверное, ресурсы Материальные Такие, как там Статистики StarCraft То есть уже нету практически ни одного сайта Который выдает статистику по StarCraft Анализирует реплеи Ну и все такое Поэтому у меня родилась Ну такая мысль Которая, опять же, была навеяна Вашими комментариями Он посоветовал хорошую идею Которую я скажу чуть-чуть позже А пока давайте узнаем Какой же профит, например, мне принесли Вот эти вот, например, обучающие видео К примеру, вот это вот первое видео Оно, как первое видео в серии Набрало больше всего лайков, просмотров Оно, в принципе, имеет более интересное название Кликабельное 200 за 8 минут Где просто как первый шаг я рассказываю как макс И с такого видео, собственно, мне прилетает 3 доллара в общую сложность Видео длится 13 минут Но, чтобы его снять, нужно было, во-первых Точно продумать то, что в нем рассказывать То, как в нем рассказывать Сделать запись Затем немножко поиграть это дело на ладере То есть вот тут мы разбираем реплей То есть еще несколько игр И в общей сложности получается, что Чтобы сделать вот 13-минутное видео С простым монтажом То есть где просто плюс-минус вырезана Большая часть там ненужного и пустого Оставлено только то, где я говорю И то, ну, можно было лучше постараться, так сказать Уходит примерно час-полтора Общего времени Это минимум То есть это минимум, если повезло Если повезло сыграть игры на ладере Чтобы меня, например, не фатунили пять раз подряд И получилось сыграть игры, которые можно показать Вот, итого мы получаем, ну, где-то 3 доллара за полтора часа Это в лучшем случае То есть в общей сложности вся серия Приносит мне вот столько Смотрите, сейчас листаю все по очереди То есть потом 2,5 1,5 1,19 Вот, то есть все меньше, меньше, меньше И к последней серии, естественно, где-то получается В среднем около там доллара за видос Но вот, к примеру, последняя вообще уже где-то 0,4 Вот, и вот эти вот 0,4 доллара, в принципе, мне интересно Не 0,4 доллара, а сколько людей досмотрело вот досюда То есть действительно до десятых шагов Это конкретно седьмой Но это вот последние шаги вот этого обучающего видео Из начальных там 6 тысяч просмотров Досматривает где-то 850 человек То есть, ну, можно спрогнозировать такую историю Что, скорее всего, где-то вот 850 человек Из там 6 тысяч Пытаются, как минимум, учиться в StarCraft играть Смотреть обучалки Им это интересно То есть другие зашли посмотреть, что там, как 200 за 8 минут собрать Но это не все Естественно, из них половина сразу же отваливается Это ошибочный клик был или еще что-то Получается, 50% вот этих людей Ну, в среднем 1000 человек Если по всем обучалкам взять Сколько людей до последних доходит Видосов где-то 500 человек, по сути, смотрят, ну, чтобы поучиться И в общей сложности с такой серией из 10 роликов И в общей сложности с такой серией из 10 роликов Ну, мой профит получается где-то там 10 долларов Комментарии, собственно, которые То есть, там человек мне сказал Что как раз он смотрит какие-то научные каналы Которые, естественно, не очень популярны И просто, чтобы хоть как-то иметь мотивацию делать видео Или еще что-то Ребята делают сборы То есть, логично, логично Потому что, понимаете, как с моей точки зрения К примеру, вот на этой качественной ролике Которые посмотрят 1000 человек С которых я заработаю 10 долларов Уходит 20-30 часов В то же время сделать вот этот ролик Который как бы кликбейтный, да? Где Алекс убил Старкрафт Но я бы и не назвал его абсолютно кликбейтным Потому что кликбейт все-таки Это попытка полного обмана А здесь скорее клик-магнит То есть, все хотят нажать на Алекс и посмотреть что И я четко объяснил Каким образом Алекс как бы негативно влияет на Старкрафт В других роликах я объяснял Как он позитивно на него влияет Получается набрать это вот Он хайпанул ролик 35 тысяч просмотров В 30 долларов, понимаете? Время, затраченное на его съемку Было где-то тоже полтора часа с монтажом То есть 20 минут, где-то полтора часа И вот эти видео, в принципе Хоть они актуальны и сейчас Но Есть смысл их переснять Есть смысл их сделать более качественными И над ними побольше поработать И, собственно, я создаю вот такие вот фондики Тысяча зрителей смотрит обучалку Из них 50% зрителей реально смотрят Другие, возможно, случайно нажали Если каждый из 500 вот этих вот людей Которые смотрят Возможно, это ты Обучающие ролики Фонд пересъемки обучалок закинет По полдоллара По 50 центов То мы получим, ну вот В общей сложности, возможно, 250 долларов Я тогда смогу потратить 40 часов своего времени На пересъемку вот каких-то классных роликов В новых форматах С новой инфой С новой, с новой, с новой историей Что я планирую переснять И какие фонды есть Начнем с первого Плейлист механика Gmail за недельку Я переформатирую всю таблицу Под современность То есть чтобы Ее реально можно было использовать сейчас Потому что она ссылается на сайты Которых уже не существует Сайты уже вымерли А табличка работает и живет На самом деле Но приходится больше думать Чтобы ей пользоваться То есть мы это исправим Мы сделаем четкую систему анализа Чтобы это можно было делать Без сторонней помощи, без сайтов Будет перелопачена табличка Будет вот разбор методики Например, здесь мы разбираем методику Именно вот этой таблицы И будут геймплей видео За каждую расу О том, как играть каждый шаг То есть это будет вот самый крупный проект Который, в принципе, я предлагаю переснять Это самый полезный Самая крутая вещь Чтобы прям научиться в StarCraft играть Почему именно такая вещь полезнее Чем, например, вот это видео Потому что в StarCraft Половина игры делается, на самом деле До игры и в повторе То есть во время игры Мы лишь используем то Что мы уже знаем, умеем И как-то делали Во время игры Правильно отреагировать На все, что происходит Невозможно без огромного опыта Естественно, если вы новичок У вас нету не огромного опыта Наигранного То есть не знания еще Чтобы правильно во время игры реагировать Поэтому вот это видео, как сейчас Где мы разбирали билды Мне было интересно его сделать И если И в нем очень классная логика Которую вот Андрей Беликов как раз рассказывает Я же его могу включить и пересмотреть И много раз посмотреть И теоретически Число просмотров Оно действительно имеет шанс На хороший рост Но просто в чем суть? В том, что YouTube сейчас Не смотрит только на количество просмотров Это просто Метрика, которая практически ничего не значит Чтобы Я попадал Людям В рекомендацию Или еще куда-то Люди должны Реагировать на контент Делиться им Или еще что-то Поэтому, ребята Если вам нравятся вот такие ролики Делитесь ими Потому что ролик Почему Алекс Убил Старкрафт Популярен Не потому что Алекс популярен Или Не только потому что Алекс популярен И там Кликбейтное название Или еще что-то А потому что Этот ролик Просто он Вызвал эмоции И им начали делиться Ребята Я Просто мне Кидали с корены Что люди Перепощивают Вот этот ролик Там Другие дискорды Вообще Повсюду Повсюду То есть Смотрите Смотрите И За счет этого Он набирает Обороты То есть Не за счет того Что его посмотрят 20 раз Подряд Вот Это в общем Первый контент Который мы переделаем Это будет Самый большой проект Затем Академия протасов Мне кажется Это прикольный формат Но на самом деле Современные видео Что я сделал За каждую расу Где там тоже По 10 минут ролики А не по 5 Мне кажется Они примерно Схожи И Ну наверное Более Применимы Для ребят Поиграть То есть Академия протасов Мне не очень понравилась Как она сработала Но Вот такую штуку Как супергайд По протасам Например Я вижу Тоже смысл Переснять И вот У нас Образуется В принципе 4 фонда Обучалок Полнейший Разбор Того Как работает Вообще Все За В данном Случае Раса протасов Затем 30 минут Здесь Это Открытие То есть То как вам Играть против Каждой расы В начале игры И затем Какие есть составы И как в них Выходить То есть Это в принципе То что мы можем Посмотреть В течение Вот 3-4 часов И иметь Полное понимание Того Как что работает У расы протасов Против других рас И все Идти на ладер Играть Применять Без билдов Без всего То есть Без всякой лишней Информации И я предлагаю В принципе Вот такие вот Вещи Переснять За протаса Терана и Зерга Соответственно Как Поучаствовать В фонде Так как Всякие там Краудфандинги Сложно работают И все такое Мы делаем Это в формате Донейшн Алерт Ссылочка Как всегда В описании И вот здесь Вот Справа У вас будут Выборы В принципе На что вы хотите Задонатить И поддержать Какой фонд Информацию о том Как продвигается Фонд Можно будет Посмотреть Вот здесь Заходите на мой канал В самом низу Записи трансляций В начале Всех трансляций После Тестим имбо состав График Там Что Как Какой фонд Движется То есть Можно будет Прямо С самого начала Посмотреть Либо Просто мне Напишите То есть Там Как там Движется Я В принципе Отвечу Ну это К примеру Если Вы там Хотите Например Не 30 Рублей Закинуть А 100 И Хотите Чтобы эти 100 Вот Закончили Фонд Тогда Это Может быть Полезно Вот И все Здесь Просто Выбирайте Здесь Будет Как раз Таки Сразу Выбрано То есть Поддержка Просто Канала Если вам Нравится То что Я делаю И Здесь Будут Сборы Как раз Таки На Четыре Пересъемки Обучалок Если За Три Месяца Чуть Чуть Меньше Да То есть К концу Мая Если К концу Мая Мы Не Соберем Полных Каких-то Сум Но Наберем Хоть Что-то Я Просто Перевожу По Вот Этой Вот Своей Табличке Сколько Примерно Времени Я готов Выделить На Вот Эту Обучалку И Выделяю В любом Случай Время Переснимаю То есть Вот Так Так что Сбор Либо До Конца Мая Либо Пока Не Наберется Сумма Будет Длится Потом Сбор Закрывает Ну А я Продолжаю Делать Всякий Свой Веселый Развлекательный Контент Интересный Контент По Старкрафту Надеюсь Вам Понравился Этот Обучающий Ролик Что Он Вам Пригодится Вы Сможете Под него Играть Старкрафт Попробовать Поиграть Как Минимум И Обязательно Делитесь Роликом С Друзьями С вами Был Тед Всем Пока